Девушки отдыхают Доверие необходимы как для человеческих отношений, так и для христианской веры. Вера и доверие — однокоренные слова, это синонимы. Когда человек рос в атмосфере недоверия, все время приходилось быть начеку, то такому человеку сложно потом доверять кому-либо. Но Слово Божие, Библия, которую я люблю вам показывать, призывает нас доверять не кому попало, но Богу Всемогущему, Творцу, Спасителю. Он достоин нашего доверия. Бог доказал свою любовь к нам, отдав самое драгоценное — своего Сына Иисуса. Поэтому Он ожидает от нас ответа. Он ждет проявления нашей уверенности в Нем. «Если мы кому-то доверяем, мы уважаем и почитаем этого человека, считая его достойным нашего доверия». Уповать на Господа — значит почитать Его. Наше доверие основано на множестве отрывков из Библии, которые подпитывают, поощряют нашу веру в Того, Кто дает нам все потребное для жизни». Как сказано у Исаии, это 12 глава, 2 стих. «Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь». Вера — это противоядие от страха. Это вакцина, лекарство для искоренения тех страхов, которые хотят нас уловить и парализовать. Апостол Павел много раз говорил на эту тему. Среди прочего, он говорит, что мы всегда должны быть с полной уверенностью. Несмотря на все испытания, страдания, сложности в его жизни, Павел говорит, что будет доверять Богу. «Ибо я знаю, в кого уверовал», — говорит он во 2 послании Тимофею 1 главе, 12 стихе. «Наше доверие основано на природе Бога, на том, каков Он есть. Я знаю, что Бог был верен вчера и будет верен завтра. Мой жизненный опыт дает свидетельство для уверенности в том, что у меня будет будущность, потому что Бог был верен вчера, Он верен сегодня, и Он будет верен завтра. Никто из уповающих на Него не погибнет и не постыдится, так написано в 33-м псалме. Доверять — значит искать убежищем, полагаться, надеяться. Наше доверие основано на личности Господа, который не изменен. Я знаю, на кого я полагаюсь всем своим существом и всею силою. Как я уже говорил, доверие — это противоядие от страха. Вера смотрит прямо, не оглядываясь ни вправо, ни влево. Страх же озирается по сторонам в поисках опасностей. Страх влияет на нас, но и сам находится под влиянием внешних условий. Страхи растут под влиянием плохих новостей. Например, кто-то может сказать, что не может завести детей, потому что боится приводить их в этот изменчивый и непостоянный мир. Не знает, как сможет их вырастить. Страх порождает страх. Страх перед неизвестным. Угроза пугающего будущего могут поколебать даже самого здорового христианина. Страх может дестабилизировать нас. Но сегодня в этом послании я хочу вас вдохновить. Храните вашу веру в Господа. Доверяйте Ему. Вы можете просить у Него дать вам веры, если вам ее не хватает. Это одно из Божьих обетований. Взывайте к Нему. В Библии содержится так много мест ободрения, утешения и вдохновения. Мы ни в чем не будем нуждаться, но нам нужно полагать свою веру в Господе и полностью доверять Ему. Послушайте. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Если мы доверимся Богу, Его ресурсы будут поддерживать нас. Его источники будут течь к нам, подпитывая нас и обновляя наши силы. Я прочитал из Исаия 40 главы. Тот, кто доверяет Господу, пребывает в Его благодати. Разве вы не хотите житься в благодати и милости? Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. 32-й псалом. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. 27-й псалом. Уповайте на Господа, верьте Ему, и Он совершит. Когда мы полностью доверяем Богу, Он будет действовать рано или поздно, всему свое время. А нам надо быть терпеливыми и не терять веры. Надеющийся на Господа будет благоденствовать, и надеющийся на Господа будет безопасен. Притчем 28-я глава и 29-я. На примере моей жизни я вижу, что часто мы доверяем людям, а в общем, но на более близком уровне нам не хватает доверия. В некоторых областях мы полны уверенности, но в других сферах у нас проблемы. Например, когда мы не получаем ответа на молитвы, вы молились, вы уверены, что все по воле Божией, но ответа пока нет. Это может сбить вас с толку. Но Бог говорит, доверяй Мне, Я контролирую все. Ты можешь отпустить свои страхи и желание все контролировать. Это Я все контролирую. Я создал Вселенную, и управляю ею. Доверяй Мне, говорит нам Господь. Такие сложности, как проблемы со здоровьем или повторяющиеся финансовые проблемы, могут некоторых повергнуть в уныние. Другие имеют доверие, но боятся смерти. кто-то молится за обращение любимого человека, но кажется, что ничего не происходит, а вы продолжаете доверять и верить до конца. Наше доверие должно удерживаться до конца. Иногда это испытание. Бог измеряет наш уровень уверенности, нашу способность верить и доверять. В завершении сегодняшней программы я надеюсь, что вдохновил вас. Перечитывайте места из Писания, которые говорят о вере и уповании. Помните, что пребывание в мире, покое и доверие Богу станет вашей силой и опорой. Не волнуйтесь, не ищите всевозможные человеческие решения, но пребывайте в мире и доверии. Сначала сделайте все, что должно. Представьте свою проблему, свою молитвенную просьбу Господу. Ожидайте в уверенности, что получите ответ. Будьте готовы пройти все испытания. И вы сможете сказать, «Я благоденствую, я безопасен благодаря моей вере, я прошел испытание, я доверяю моему Богу, Он не может меня покинуть, потому что мы заключили завет. Он любит меня. Я люблю Его. Он держит меня в своих руках. Я желаю и молюсь, чтобы это доверие стало и вашим наследием. Я вдохновляю вас доверять Богу. Да благословит вас Господь. До следующей встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...